Всем привет, у нас новый день, ремонт в доме продолжается, Парушан побежал там в квартире взять вещи, мамин плед, там покрывало такое, мама мне в больницу давала, мы с Миланой в больницу лежали, вот, и, ну там ничего такого, там по поводу кишечника связано, питание кишечника, у нас диета строгая, все хочется иногда что-то дать, и что получается мы давали, суп я готовила на курицы, на домашнем свои, и нельзя, пока нельзя, чуть попозже сказали, сейчас нет, вот, ну и все хорошо, мы восстановились, нас проверили, обследовали, все хорошо, так что, едем к бабушке, сейчас Кристина должна подойти, вот, а, мусор, мусор побежал от нас, главное, чтоб мусор выбросил, а не детские вещи, так, подожди, давай мы ее выключим, пока, еще, еще, сейчас, выключим, а то авторское право будет. Рош, знаешь, что я переживала? Пакеты перепутаешь. Что-то пакеты перепутаешь. Я один раз так шла, мусор выносила, ключи от машины держала, мне кто-то позвонил, я взяла ключи на палец повесила, на тот палец, на котором у меня мусорный пакет был, и выбросила я мусор вместе с ключами, и он у меня как-то попал прямо в мусорный пакет, и пошла домой спать, потому что я тогда работала над Ордой, и на оптовке я работала, я закупала вещи, а потом перепродавала, и это, вы знаете, прекрасно, это все в три-четыре утра. Вот, я приехала с работы, пошла мусор покушала, пошла мусор выносить. Вот так вот я выпрестила, а потом к вечеру кинуться, за руль садиться, а у меня ключи от машины нет, он на всех наехал, я говорю, где мои ключи, говорю, я всегда их сюда кладу, нету. Ну и вот так вот, а потом вспомнила, что я мусор выносила. Так, забежала в магазин. Заезжала в магазин, взяла маме хлеб, потом чую оморяженку, все такое, сок детям. Рошан с детьми в машине ждут меня. Здесь есть место, куда положить. Нам куда-нибудь... Лучше завяжи пакет, чтобы ничего не рассыпалось. А кто меня здесь ждет? А что там зайку не включил? А, не без зайки, нормально. Вы и без зайки здесь хорошо сидите. Папа, слушайтесь, да? Опа. Синочек. Все, поехали, бибиби, бабули. Ой, все, едем. Бабушки, да, едем. А папа с мамой работать пойдут. Дом строить вам большой-большой. У нас второй завтрак. Держи. А так. Кушаем. Сейчас покушаем, поиграем и спать пойдем. Да, и мама с папой поедут дом строить. Кстати, мы начинаем ремонт именно с комнат, но со спален, где детская будет. Потому что они сперва будут вместе, рядышком с мамой и с папой, да? И наша спальня взрослая. Там проходные получатся. У нас проходная будет через детскую. Ну, так построили. Там по-другому никак невозможно переделать. Есть только в холле двери выбивать. Не знаю я. А так проходные почему-то комнаты. Держи. А на улице ветер, прям витрина. У нас неделя ветров началась. Да, ледяной ветер прям. Что такое? Что такое, моя девочка? Что такое, моя красавица? Звездочка бабина. Бабина, звездочка. А где Миланкин компотик? А, вон он стоит. Давай, кушай ты компотик еще. Будешь пить компотик? Они напились, да. Вот прям вот так вот полный был. Давай. О, ту. Свети, девочки же. Все, ладно. Всем приятного аппетита, кто ест. Все, спать хочешь, доча. Она сейчас, знаете, как делает? Она набирает, вот так вот даешь ей воду. Она, наоборот, ее набирает, а потом берет, все выплывает. И стоит вся мокрая. Компотик вкусный. Компотик вкусный. Молодец. Ну-ка, давай покажем. Да, Милана, ты что так напрёкся? Что такое? Ой, что такое? Не хочешь компотик? Правда? Ну-ка, на, не надо баловать. Милана, нельзя так делать. Да, когда кушаешь, баловаться нельзя. Бабушке не нравится это. Да. Да, моя девочка. Давай. Все? Ну, я такого уберу. Она не хочет уже. Она перед едой напилась. Бабушку убрала. Все? Покушала? Давай, пойдем умываться. Пойдем, ручки помоем. Да, умываться. Пойдем, Маленька. Шан кирпичи грузит. Давай, грузим. Сейчас ждем Кристину. Кристина придет. Пойдем. Ася. Ася, 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 красавица. Да, сейчас няня придет. Да, Мирчик? Ну, челка у нас уже какая длинная челка. Ой, дверь скрипучая. Ой, как она скрипит. Ее смазать, да, наверное, надо? Да, ее смазать надо будет. Да, Лизуня? Смазать надо дверь. Что, сыночек? Все. Пампер сухана. Пол бутылки выду. Пол бутылки сразу. Вкусный, да, компотик? Ой, какой компотик вкусный. Ого, ты выйду. У нас уже второй подбородок висит. Вон, там что у нас, а? И что там у нас? Я никак не могу сходить на маникюр. У меня уже ногти отросли. А последний раз, представляете, я пошла на маникюр. Обычно однерочку. Но раньше двойку вообще я делала. Редко, когда троечку делала. Вообще двоечку делала. Потом, когда детки появились, так живот какой. Когда детки появились, я однерочку стала делать. А тут перепутала. Пошла Катя на маникюр. Она говорит, а тебе какую? Я говорю, мне двоечку. Пришла домой, думаю, блин, зачем я двоечку сделала? Ляпнула, надо было однерочку. А сейчас уже на тройку у меня выросли. А маникюр сходить сделать некогда. Вообще некогда. Ладно. Но я еще ни разу никого не поранила. Я все аккуратно делаю. Я не тороплюсь. Потихонечку все аккуратненько. Сыночка, давай мы это. Да, Мерчик. Ты сейчас все выпьешь. Сынок. Не все надо. Никак. Не так. Подожди. Миланочка, может попьешь компотик? Не хочешь? Ладно, уберу, уберу, уберу. Не хочешь? Не надо. Так. Надо немножко разобраться. Что-то у нас здесь непонятно. Это правильно. Да. Очень туго. Угу. И как-то очень близко столик. Не возможно пристельно. Не, просто наоборот их таки сделали. Их снимали и наоборот сделали. Все понятно. Ну да, стирали же. Все. Мы тоже все стирали несколько раз уже. Она должна быть наоборот. Да. Она должна быть наоборот. Так. Так. Простенять надо. Так. Хороша, она быстрая почти? А мне не полы, но вот полы теплые. Ну, это на скине. Ну, я утром полы протерла. Вопрос в другом. Как все равно провозить? Как все равно проще? Казалось бы, да? Угу. Или правильно представили, да? Да. Миланочка сегодня какала, извините за выражение. Так. Нет. Да. Милана какала. Да, Мир не какала. Сыночек, ты какая не делала? Какой он красивый. Смотрите, как у нас челка отросла, да? Да. Да, он у нас очень. Мамулечка, ай, у меня такой же цвет волос был, да? Да. Потом я потемнела. Да. Извините, мой красавчик. Кристина темненькая. Ты красавчик, Дамир! У меня на заставке в телефоне Дамирка. Живая фотография. Вот, когда включаю, он так улыбается. Да? Когда себя видит. Сыночек. А, еще чехольчик видит, да? Да, еще чехольчик. Сейчас играть пойдет. Сейчас пойдем поиграем. Да? И спать пора. Да. Капризничать. Будем капризничать. Вот, видишь, у нее куда залезть не может, вот сюда в рукавчик. Да. А когда мы утром, ну, они просыпаются, мы их утром берем к себе в кровать. Они там тянутся, мы еще целуемся, разговариваем. И если ей некуда засунуть ручку свою, она к Дамиру вот сюда в рукавчик засовывает. Ну, Дамир такой у нас мальчик, он все терпит. Он лежит, он так на нее, правда, смотрит, вот так как-то. Ты что делаешь? А это, но он терпит. Все, да? А давай теперь попробуем ее посадить и пристегнуть. Только столик сперва поставь, потому что это нужно со столиком сделать. Ну, знаешь, какой-то неглубокий вот сиденье, неглубокое. И столик сильно рушен туда. Можно столик поближе? Нет. А почему? Он же должен отодвигаться. Ага, не вылезешь. А что такое? Папа мешает, папа мешает. А, папа мешает. Не бросай, Дамир. Мама тебе дает, а ты все бросаешь, чтобы тебе не дали. А что происходит? Хорошо закрепили, мам. Так, на одну секунду нам хватило игрушки. Ага, вот он, мышонок ставьте. Так, мадама наша. Так, смотри, тихо, ручку, пальчики. Осторожно. Ага. А что такое происходит? Сейчас. А что такое? Чем мы не дали? А потом. Ну как? Получается? Все? Все. Так, все, покормили, накормили, поиграли, спать уложили. Теперь едем работать. Сейчас я закрою. А? А почему не закрою? Нет, там уничтожено. А, ну да, есть только ветер. Ой, Кристинка идет. Все, слава богу, то мы уже хотели за ней ехать. Какая погода, да? Смотрите, какое небо красивое. Но ветер этот прохладный дует. Прям прохладенький немного ветерочек. И Кристина идет. Вот она. Коробки летают у нас по дороге. Ветер. Мы переоделись. Я, видите, баллоневые штаны нашла. У них тепло. Ветер холодный. В доме еще прохладней. Все, мы едем работать. Ой, какой ветер очень хороший, да? Ох, как меня сдувает. Все, мы уже подъезжаем к дому. Вон они, наши елки стоят. Они, смотрите, уже какие на тонких худых ножках. Ох, Рушан, уже по максимуму наполовину, да, ты срезал? Ну да, я уже половину поднял. Там уже провода пошли, надо немножко это. Поаккуратнее. Гляньте, какие уже они стоят. О, это наш домик. Наш домик. Ну куда-то идет, надо выскочить ветку. Убравь, чтобы она. Какую? Смотришь, а. Это я. Сейчас я ее как раз тоже и брошу в этот рецепт. Ох, она колючая, зараза такая. Нет, зараза колючая. Все. О, как он обтрылся уже. А, отхожу, отхожу. О, видите, какой ветер здесь. Так, в первую очередь выпускаем на Инсех. Она у нас... Ой-ой-ой, какой ветер. Аж страшно, если честно. Руш, как-то страшно. Страшно даже очень. Карькошка, карькошка, кутра. Какая красивая курочка. Яйца, пожалуйста, посмотрите. Что, нету, что ли? Нету. Блин. А может, они где-нибудь в другом месте несутся? А больше нету места. Больше нету места нигде? Нет. Вот, ты, как, залезаешь. Дала сегодня Милане немножко компотику. Там, получается, развили в бутылочке воды, воду тепленькую. И совсем чуть-чуть для вкуса компотика, чтобы она лучше пила. И у нее опять началась диарея. Сейчас Кристина позвонила, говорит, опять у нее живот, диарея. Блин, да ё-моё. А так она воду не пьет, компотики нам нельзя. Мы уже и так, и сяк, уже не знаю, что делать. Вот, Рушан здесь работает. Ой, только что был здесь. А я пошла в дом, уже оделать перчатки, буду работать дальше. Ветер мешает. Витрина этот, прям такой, знаете, не теплый. Вот такие дела. Ладно, за работу. Еще во дворе столько уборки. Короче, без дела здесь не посидишь. Да, Рушан? Ага. Без дела не посидишь, говорю. Еще и помощь Ладарушану кирпичи перетаскачусь и пока. Он занимается крышей. Вот. А я капюшон надеваю, застегиваю. Почему? Во-первых, здесь сквозняк. У нас открыта дверь, открыто окно. Сквозит, это раз, а два. Пыль летит, сыпется на голову. Не очень приятно, не люблю. Потом волос такой сухой, прям. Все, я буду дальше отдирать обои. Я, кстати, подумала, так хорошо было бы горячей водой их смачивать. И пока они не остыли, сразу же снимать. Ну, а где я здесь возьму горячую воду? Нигде. Так что буду париться. Вот так вот, видите, вчера скребла, как доскреблась. Сейчас буду дальше продолжать. Все смачивать, где моя бутылка. И работать. Так что все, за работу. Собираю посуду. У меня будет потихоньку, вот эта вода надзорилась. А все, за что я все вылила уже. Так. Это ту, которую мы оставили, но мы ее на продажу, ее уже купили. Мне там писали и вконтакте, где мне только не писали. Яна, посуду продайте. Вот, продаем посуду. Вот такие вот. Вот это глиняное. Красивые, короче. У меня есть глиняная посуда, мы ее не очень пользуемся. Поэтому, поэтому нам, ну это нам не надо. Оно будет просто стоять. Вот так вот мы прицеп загрузили. Полный прицеп хлама ржавого и дырявого. И посмотрите, как место освободилось. Что делаешь? Вот, хлам остался, который я потом в мешок все соберу. А право освободилось, да, место? Я здесь клетку убрала, стояла. И здесь у нас стояли всякие кастрюльки. Тоже убрала кастрюльки. Вот это то, что осталось. Ну, что нужно оставили. Которое более целое и не дырявое. А то все дырявое, погнутое, ржавое. Сразу надо... Гнилое? Гнилое, да, все выбрасываем. Ну, естественно, на металл сдаем. На металл сдаем. И мы домой сейчас едем кушать. И домой кушать. А я потом приеду, буду вот это все собирать. Убирать. По мешкам. А у нас мешки, помнишь, такие были? Желтые. А где они у нас все? Чего ты забрал? Ты алюминий потом? А? А я не знаю, мы все, нет кушков. Кушки с мусором с такими оттуда? Да. Кушки с мусором с такими оттуда? У нас же их много было. А там только сколько мусора выграбили. Тюльпаны, посмотрите, как повсходили. Будут цвести, интересно. В этом году. Повсходили. Хорошо, как повсходили. Так, может что-нибудь коведу взять? Может тушенку рушану? Взять еще мясо будет. Чем эти яйца? Тушеночку взять. Чего у нас здесь еще? Салатики, салатики. Салатик у нас чипов там остался. Вчера брали. Помидорки, огурчики. Огурчики взять. И огурчики, наверное, возьму. Да, возьму тушенку. Сейчас надо яйца с тушенкой пожарю. И огурцы. Ну что, ну а что еще? Больше ничего. Кстати, кухня будет здесь у нас светлая. Солнечная сторона. Здесь будет светло-хорошо. Единственное, я не знаю. Вот эта сторона у нас заложится. И здесь, наверное, все заходит в рушан. Здесь вот так вот. А вот отсюда, наверное, уже пойдет вот так вот. Солнечная. Дерево это уберется. Как раз оно не будет загораживать солнце. Сосед приходил вот с этой стороны. Сегодня вот я рассказывала. И он рассказывает, что это. Сейчас возьму. Дерево, вот это орех. Лучше, говорит, ребята, уберите. Потому что оно уже упало им на крышу вот сюда. Мы, говорит, спилились, зашли. Я тебе говорила, нет? Откуда ты появился? Соседка, а ты ушел? Нет. Он рассказывал. Орех вот этот наш, он у него упал ему на крышу вот сюда, на сарае. И крышу повредил. И они потом сюда зашли, сами спилили эту ветку. Ну, и, говорит, и сложили там, говорит, ветки. И нам, считайте, разбило крышу. Ну, это до нас, естественно, этот орех. Вы, говорит, лучше его уберите. Говорит, он очень сильно старый. Не дай бог кому-нибудь на голову свалится. Ну да. Надо убирать. Да, надо убирать. Все, дом закрываем. Окна остались открытыми. Пусть проветривается. И поедем домой. Кушать охота. А что ты их вытаскиваешь? Лучше сразу достать, чтобы потом запахистили. У меня как раз я сегодня одну стирку сделала утром. Приехали, когда мы переодеваться от мамы. Разобрала. Сейчас вторую поставила, когда уезжали. Все, понял? Угу. Что-то там, как все, не везет. А? Как все, пожалуйста, не везет. А, ну да. Сейчас приедем, я еще одну стирку разгружу. Пока будут готовиться. Быстренько яйца пожарим с тушенкой. Будешь яйца пожарить с тушенкой? О, ну круто. Вот я взяла тушенку и огурчики. С тушенкой прицеп привяжет. Но сегодня воскресенье, представляете, мы его забили и вспомнили, что сегодня воскресенье, что не везде принимают металл. Сейчас там найдем одно место есть. Воскресенье принимает, нет. А так придется в атаманскую везти. Капец какой-то. Что-то прямо все с головы вылетело. Вот так вот. Ну а уж так хорошо, так тепло. Но этот ветер. Такая красота. Небо голубое, такое чистое. Не улетит, мне кажется, Рушан. Лучше завязать. Сосед говорит, улица тихая, спокойная. Кто-то там писал, что у нас переулок нет, у нас улица. У нас улица. И, говорит, дети гуляют, никто не носится спокойно. Говорит, вообще место, говорит, отличное. А дом, говорит, хороший у вас. В порядок приведете и нормально будет. Они сами приезжие, да? Севера. Дети теперь гуляют, а мы спокойнее. А здесь написано, что металл принимают. Приехали металл сдавать. Вроде бы открыто. О, открывают, ура. Что, все? Открыто? Открывают, да. Ура. Сдадим, наконец-то. Сколько денег заработал, покажи. Тысяча две, три двести. А ты сказал бы чуть-чуть. Ой, три двести. Просто мы в честном приехали. Что, подожди. А, три триста даже. Три триста. Три триста, да, ты положил? Три триста. О, ну круто. Жить будем. Смотри, а вот. Ура. Почти, почти двести килограмм. Я прошлый раз полный прицеп. Я вот показывал на ролике, да, полный прицеп. Я заехал на весе, я слышал, что меня обманули там. Но там как? Ты заезжаешь сначала, взвешиваешься на больших весах. Потом выгружаешься, обратно взвешиваешься. И он отнимает, грубо говоря, и говорит, сколько вес. Он высказал, что 500 килограмм. Вот там был полный прицеп, плюс там еще чугунные батареи были. Там чугунная батарея только весит сколько. Килограмм на 100-150 он меня обманул. А ты не ездишь туда? Я больше туда не поеду. И мне вот этот мужик, чем я сюда приезжаю, Да, здесь дешевле. Там 17, здесь 16. Ну, к нему приезжаешь, как думаешь, там врут на весах. Я улыбаюсь, я ничего не буду говорить. Я говорит, у меня нет только лишних проководов, чтобы говорить плохо. Вот ты взвесился, тебе не понравилось. Хочешь, в твое выбор езжай. Хочешь, не езжай. Так, а ты поглуши машину. Все равно жутко, может глушить. У нас, короче, всегда такая дилемма. Вот посмотрите, как мы выглядим. Видите? Я, короче, не лучшая. Я тоже в домашних штанах, в рабочих штанах, в рабочей куртке. Короче, мы оба в галошах. А где наша монетка? Ну, я не помню, где-то дома. Вот. И мы, короче, всегда на суефа чекаемся, кто пойдет в магазин. У нас просто так получается, что перед домом заезжаем в магазин что-то купить, чтобы перекусить. Готов? Суефа. А что ты так не уверена? Я видел. А мне, я забыл. А как правильно? Суефа просто и все, да? Да. Я видел, а ты ножницы хотел сделать. Давай, все. Хитрый. Суефа. Так, надо на третий раз. Да нет. Ну, вот напишут. Всегда на третий. Давай. Сейчас второй, а потом третий. На третий. Раз, два, три. Суефа. Так, и теперь третий решающий. Давай. Суефа. Суефа. Ты что-то повторяешь? Давай, не умею. Страшно? Я тебе сейчас чекуль покажу. А ты? Ну, ладно. Суефа. Идешь ты. Женщину стопать надо. Идешь ты. Нет, не жива. Идешь ты. Давай по-честному. Идешь ты. Помогите. Рушан, если меня кто-нибудь увидит. Рушан, не стоит, ну. Иди давай. Все, мы грязные. Идем домой с яйцами, и без тушенки, и без огурцов. Потому что мы их забыли. Ты же не взял, да? Нет. А печенье закрыло. Держи. Кого? Крышку. Я закрыла, вроде бы. Да. Где огурца? А что еще? А мы их не взяли там, с дому. Точно не взяли? Да. Пойдем. Не взяли, это я вспомнила. Сейчас только что. Что мы их не взяли, блин. Капец. Тушенку и огурцы не взяли. А где ты поставил? Да на пенечке же стоит. Возле ворот. Так что я проиграла, ходила в магазин, а Рушан за мной. Что ты думаешь? Я за мной пидать не буду. Привет, ты что меня так сдаешь? Да, по-дому, не надо убрать. Все, ладно. Честный канал. У меня ноги как пружинки. Хлеб-хлеб. Хлеб-хлеб. Не, ну все же я же не смогла сама себе купить, Рафаил. Куда сейчас ходила? Рушка. Все, мы наелись, мы напились. Рушан, даже силы появились. По ступенькам спускаемся. Она говорит, прыгай на меня, я тебя понесу. О, честно теперь. Ух ты. Почки. Так уже пора бы. Все, мы дальше работать. Все, наелись. У нас там еще мяско было. Так что нормально поели. Смя, смя остались. Смя, наврались. Яйца пожарили, мясо подогрели. Салат у нас там был. Чай попили. Кошел кофе. И все, едем работать. Эх вы, остались тут. И стоите, блин, на солнце. Пойдемте обратно. Все, мы уже приехали. Сейчас до работы. Так, шла вторая неделя. Что второй день, блин. А мне кажется, он не идет, а он тянется, да? Вот так вот, боже мой. Вот мне за что, не видно, надо купить, как. Сейчас покажу. Вот, блин. Ну. А что-то я не понял. А куском отходит потом? Да, вот я вот смотрю, вот так выложу. Но он отцепится где-нибудь. Здесь уже уходит, зацепишься. Здесь нужно сказать. Сейчас попробую. Вот, это сейчас. Вот, слышишь, это справится. Ну, все, и вот таким. О, молодец. Ну, надо, все, о. А там-то остается. И самое противное, это вот эту бумагу, которую, чтобы нужно, чтобы клея-то шел. Угу. Ну, ты вот эту верхнюю снимай, а потом мочи. И все. Видишь, она вырывается. А ну-ка, с потолка. С потолка тоже самое, да? А? С потолка тоже самое, влога сходит. Давай, посмотри. Все тоже самое выше. О-о-о. Ну, нет, смотри, получше. С потолка. Получше, да. Да. В любом, как-то, что тоже бы получше. Здесь прям... Ну, видишь, тоже. Прям на совесть наклеено. Я не знаю, на что ли. Фу, мне уже жарко. А то каплюка все равно вот так пролетит, и на волосы. Ну, по-любому, на спину, знаешь, сколько пыли? Да. Все равно там пышется. А все равно, как не закрывай, все равно голову мыть придется. Ну, дело не в этом, а дело в том, что оно осыдает, это потому что сухие становится. Да, не весело тебе здесь. Вообще весело, вообще не до снега даже. Скучно. Хочется, 15 стены. Ну, что такое, что называется? Какого фига, блин? На что тебе ление? На совесть. Какую совесть. На хорошую, на что, нету совесть. Вообще, даже не подхватить деньги. Не подхватить. Ай, блин. Ладно, не буду тебя отвлекать от столь творческой работы. А, в принципе, знаешь, что-то, наверное, все шло. А, то есть я пришел и сглазил тебя, да? О, слышишь? Ну, вспомни, какая молодец. Ну, я говорю, я тебе не сделала вот эту точку. Не заживайся. Что-то тебе не надо. Сегодня во вторую смену останешься. Я не сижу тут чисто с обоями. Я буду еще чуть-чуть поделать, не вернусь. Смотри, во, подцепило. Ага. Сглазило. Смотри, вот здесь. Блин. Можно его подцепить, а оно потом... Пошло, 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 пошло. Как-то... Ладно, работай. Я уже сейчас попрошу. Да я тебе не верю, девушка. Я верю, что ничего не получается. Не хочет. Так, ну все. Как говорится, солнце село, фонари включили. И мы грузимся и едем домой, потому что уже нас ждут. Посмотрите на меня. Да, редкие кадры. Диана как бич. Диана бич. Песенька такая есть. Ладно. Я с тобой дома пообщаюсь. Пообщаюсь, да? Ты на себя посмотри. Че, я... А я всегда такой. Это да. Ладно. Мы, короче, грузим севетки. Да, во всем виноваты обои. Обои, бич. Ладно. Ты как себя чувствуешь? Хорошо в новом месте? Есть где полазить, деревьев много. Красота. Которые мы убираем. Ага. Вот эта вот штука мешает нам таскать ветки. Ё-моё. И вот эти вот ветки все надо будет перетаскать нам сейчас. Уже стемнело, конечно. Ну, темнеет. Уже плохо видно. Но их здесь дофига. Они еще... Они все-таки колючие, зараза. Все переплетаются, да? По лицу бьют. Да, по лицу бьют. Глаза закрываю. Я закрываю глаза, когда хватаю их. Так я их не увижу. Так, мы уже дома забрали детей. Вот, посмотрите, наша тушенка. Это говядина у нас. Гляньте, какая. Все, я сейчас макароны. Хотела гречку. Я люблю больше с гречкой. Рушан говорит, я хочу с макаронами. Так что поставила выглеченные макароны. Сейчас затворю еще макароны. И будут у нас макароны с тушенкой. Так, а вот вкуснятина. Это что за довольная мордашка наша? Дамир, дай мне кубик. Дай мне кубик. Дамир, кстати, научился. Он выставляет сам из кубиков башню. Вот мы с ним играли. Я так выставляю башню. А ты шарик даешь? Давай, шарик. А он потом, смотрю, сам сел и выстроил башню. А дай мне кубик. Молодец. На, Дамир, шарик. На, шарик. Дай, говорит. Видишь, он тебя попросил. Дай. На, кубик. Молодец. Давай мне шарик. Давай мне шарик. На, кубик. Кубик. Брось, кубик. Выброси кубик. Брось, кубик. Ну ладно, давай мне кубик. Вот. На, на тебе на голову, на голову кубик. Ой. На, Милана, шарик. На, шарик. Бери, шарик. Бери, папа дал шарик тебе, да? Папа шарик дал. Все, мух, да? Сейчас мама даст. Ай, она упала, доча. Далеко. Подожди. А так. На, держи. Апачки. Ладно, мы пока кушать готовим. Детки пусть балдеют. Да? Опа. Опа. Какой сюрак наш. Носки сняла. Вернее, носок один. Носки снимает в легкую. Аккуратно, Милана. Так уже мы губкой ударились один раз. Доча. Не торопись. Не торопись, пожалуйста, держи. Хватит ронять. Все. Ладно, будем заниматься делами своими. Посмотрите, какая вкуснятина. Мяска домашняя, свое. Все, я его немножко обжарила, добавила лук. И теперь оно у нас, лук. Обжарится и буду добавлять макароны. То есть спагетти. Спагетти готовлю. ВОБИЛЬНЫЙ ЗВЕРНИЙ ЗВЕРНИ arkadaşlar. Продолжение следует...